Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Анна Фадеева, я координатор чемпионата по решению кейсов в управлении некоммерческими организациями, разумеется, и эксперт Центра Грани из Перми. Я очень рада вас сегодня видеть. И меня попросили сегодня провести для вас небольшую кейс-лабораторию, рассказать, в принципе, зачем нужны кейсы, как они могут пригодиться некоммерческим организациям, гражданским активистам. И сегодня, там, очень быстро, коротко, мы попробуем вместе с вами решить один небольшой кейс. Один из примеров тех кейсов, которые мы решаем в рамках чемпионата. Сейчас я запускаю презентацию. Вообще, в принципе, что такое кейсы и зачем их решать. В принципе, обучение с помощью кейсов уже довольно давно развито в бизнес-образовании, в бизнес-среде. Кейс вообще – это такая история, основанная на реальных проблемах, анализах реальной ситуации, с которой сталкивается организация или инициатива обычной жизни. Ну, например, если мы говорим про некоммерческий сектор, то может быть такое, что волонтер организации совершил какую-то грубую этическую ошибку. Или в процессе приборки сотрудник выбросил очень важный документ. или, например, вы решили расширить команду, чтобы какой-то новый проект стартовать, а не нашли на него средств. Ну, то есть это все обычные ситуации, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности так или иначе. Вообще, когда мы решаем кейс, мы пробуем эту же ситуацию проиграть в реальной жизни до того, как она действительно и произошла в нашей жизни. Такой безопасный способ учиться на своих, на чужих ошибках. Когда мы решаем кейс, мы пытаемся понять, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, как сохранить мотивацию сотрудников и волонтеров, как сохранить отношения с партнерами, вот как бы заранее моделируя то, что, возможно, может произойти в организации. Когда мы решаем кейс, то нам нужно ответить на вопросы кейса и предложить решения, которые помогут выйти из ситуации с минимальными потерями и издержками. Как бы, наверное, наиболее важной частью этого является то, что решение должно быть максимально аргументировано. В принципе, и мы всегда об этом говорим и всегда это особенно подчеркиваем, единого какого-то правильного решения у кейса нет. На чемпионате, разумеется, мы решаем разные кейсы, связанные с разными сторонами жизни некоммерческой организации и инициативы. И каждый раз нас просят, прошите, пожалуйста, как бы правильное, самое идеальное, модельное решение, покажите кейс решения победителя. Но мы никогда этого не делаем, чтобы показать, что, в принципе, решения могут быть совершенно разными, и выходы из ситуации могут быть совершенно разными. Самое главное – это то, что решение должно быть аргументированным. В этом случае с использованием своих знаний и навыков, опыта управленческих технологий можно предложить то решение, которое в этой ситуации могло бы сработать. Что такое вообще в принципе решение кейс? Это ответ на вопросы, поставленные в кейсе, которые мы получили в результате проведенного анализа, исследования материала, который нам предложен. Еще хочется отметить, что сами кейсы, они могут быть очень разными. Это может быть, вот как я говорила, там, не знаю, были важные документы, и во время приборки сотрудник их выбросил. Все. Это может быть в одном предложении заключенная ситуация, для которой мы можем предложить решение. Кейсы могут быть большие, включать в себя какие-то там выдержки из прессы, вырезки из статей, копии внутренних документов, финансовые отчетности. Те, которые мы решаем на наших чемпионатах, обычно это от 5 до 10 страниц. И в том числе кейсы могут быть представлены в разных форматах, в видеоформате, в аудиоформате и так далее. Когда в бизнес-среде, в такой вот, в MBA решают кейсы, они могут быть очень объемными, там, до 80-60 страниц, с 60-80 страниц. Они могут быть совершенно разные. Вот. И очень важно во время решения кейса найти причинно-следственные связи, описать происходящее в кейсе, найти ключевые и побочные вещи. Часто в кейсе бывают какие-то элементы, которые, ну, просто даны для объема, для того, чтобы, может быть, даже немного запутать читающего кейс. Или, может, просто создать картины, но они важные роли не играют. И понять причины и мотивации разных вещей, которые происходят внутри ситуации. И очень важно, мы с этим часто сталкиваемся, попробовать найти решение не в общем, ну, там, очень часто там в общем нужно, например, организации усилить пиар для того, чтобы это сработало. Или договориться с чиновниками. Да, это звучит полезно и идеально, было бы здорово всем нам подружиться и договориться, например, с чиновниками. Но как именно это сделать? И это тоже очень важная часть решения кейса, для того, чтобы это был какой-то обучающий момент. это эти решения, которые будут иметь пользу практически в реальной жизни. На чемпионате у нас участвуют обычно разные некоммерческие организации, инициативы, волонтерские организации, которые очень много работают на практике, делают свои разные проекты, спасают детей, животных и так далее. Но при этом они очень загружены, но при этом они все равно считают важным найти время на то, чтобы порешать кейсы и поучаствовать в чемпионате. Почему они считают это важным? Потому что это возможность, во-первых, сесть и попробовать решить какую-то ситуацию до того, как она получилась в вашей жизни, как бы не в горящей ситуации, а в спокойное время. Во-вторых, очень часто ребята, которые участвовали в чемпионатах, говорят, что они потом садятся, и точно так же, как они анализировали кейсы, анализируют собственную организацию, чего нам очень часто не хватает в нашей обычной жизни. Просто сесть и попробовать нашу деятельность, разложить по полочкам, описать ее как кейс и тоже решить, что бывает очень полезно. Поэтому я всем очень рекомендую попробовать порешать кейсы. У нас как раз сейчас допускается третий общероссийский чемпионат по решению кейсов, разумеется. И также у нас опубликована библиотека кейсов для некоммерческой среды, которую вы тоже можете открыть, посмотреть что-то и порешать. Ну, давайте двигаться дальше. Важно, что независимо от того, что за кейс вы решаете, есть определенный алгоритм, по которому он решается. Во-первых, когда вы получили сам кейс, сам текст кейса, нужно его проанализировать, понять, что и почему происходит, что может произойти и почему. И если вы решаете кейс вместе, например, командой, то всем нужно прочитать его текст, может быть, подчеркнуть, выделить какие-то важные вещи в нем, можно разным людям распределиться и разные аспекты отмечать. После того, как вы его проанализировали, то попробуйте своим языком объяснить, что произошло, в чем проблема. После этого оценить уже принятые меры и после этого обсудить возможные будущие действия и их возможная эффективность. То есть, что можно будет сделать и насколько это решит проблемы организации. Есть разные технологии, которые можно использовать для того, чтобы проанализировать проблему, провести диагностику первичную того, что описано. Например, есть диагностика по ТРИЗу Альтшулера. Вот вы видите на слайде, как она может проводиться. Или, например, есть диагностика с помощью SWOT анализа тоже, который многим знаком. Если вы там не очень с этим знаком, вы всегда можете загуглить, побольше про это почитать. Я не буду на этом подробно останавливать. Сейчас я вам предлагаю вместе со мной попробовать решить один кейс. Вот тут в файлах он есть прикрепленный. Я коротко расскажу, о чем эта история. Этот кейс про начинающую небольшую некоммерческую организацию, которая делает правозащитный проект для школьных управляющих советов. И в этом проекте, в этой организации три человека. Юрист, консультант, координатор и тренер ведущий мероприятий. Организация недавно зарегистрирована. Это ее первый проект. И, соответственно, у нее нет особенно никаких собственных ресурсов, но при этом она давно и плотно сотрудничает с разными правозащитными организациями. Проект идет хорошо, они выполнили цикл проблемных семинаров, выбрали приоритетную тему своей работы, это безопасность школьников на дорогах. У них активные, заинтересованные участники проекта, родители, члены управляющих советов. И есть какие-то материалы, которые они собрали, открытые коллективные письма, фотографии, видео и так далее. Чтобы как-то рассказать об этом проекте, ну, в общем, рассмотреть эти материалы, они решают провести пресс-конференцию. Координатор проекта готовит пресс-релиз и договаривается о возможности проведения пресс-конференции с домом учителя. Но из-за того, что организация недавно работает, у них нет собственной базы СМИ, и они обращаются за помощью в распространении информации к своим партнерам, к партнерской правозащитной организации, а руководитель этой организации дает указание пресс-секретарю и передает ему текст пресс-релиза, чтобы тот его разослал. Пред-конференция начинается, все собираются, пришли родители, команда проекта, все готовы выступать, все хорошо, но на конференцию не пришел ни один представитель СМИ. Оказалось, что пресс-секретарь забыла разослать текст пресс-релиза. Координатор проекта надеялся, что их партнеры, профессионалы, и в прошлом у них был большой опыт проведения полис-конференции, эффективные взаимодействия со СМИ, так что все будет хорошо. Но оказалось, он не учел, что организация, это уже давно не делала никаких таких больших публичных мероприятий для СМИ, а пресс-секретарь у них вообще новичок, и он еще не совсем как-то влился в коллектив, не знает внутренних правил, и вообще работает в рамках одного какого-то отдельного проекта. Личного знакомства между координатором и вот этим новым пресс-секретарем той организации не было, то есть он не знал, как там что будет. Вот такой вот кейс. Я предлагаю вместе подумать о том, что произошло, что пошло не так. И вообще, как можно было бы по-другому избежать подобных проблем. Ну, давайте сразу перейдем к анализу того, что произошло в организации. Почему? Что случилось? Какая ошибка? Во-первых, была поставлена цель пресс-секретарю другой организации – разослать пресс-релиз. Но при этом, что является результатом деятельности этой организации? Разве разосланные пресс-релизы? Разве количество приглашенных СМИ? И даже разве количество СМИ, которые пришли на это мероприятие? Я думаю, что в самом начале они себе не определили, что является ключевым показателем деятельности KPI вот этого процесса. KPI, наверное, предполагаю, является количеством публикаций, которые вышли по этой теме. Соответственно, если мы думаем о том, что результатом должно быть количество проблемных публикаций, которые вышли по этой теме упоминаний, то люди из прессы, которые не пришли на эту пресс-конференцию, может быть, это и не является таким большим провалом проблемы организации. Может быть, они сейчас сами запишут проблемное интервью, зафиксируют то, что происходило на пресс-конференции, и сами выдадут эти материалы, найдут партнеров, сами их распространят. Или, может быть, вообще для того, чтобы этот проект был успешным, распространить информацию, им не нужна была эта пресс-конференция. Может быть, если подумать, то сейчас какие-то есть другие, более эффективные способы распространить информацию о проблеме. Ну, например, там, самим писать об этом активно в социальных сетях. Или, там, сотрудничать с какими-нибудь ведущими блогерами, школьниками, ну, или просто разными блогерами. Об этом, исходя из того, как мы поставим себе цель, можно было бы отдельно подумать. Вторая проблема, которая проявилась, связана с ошибками в построении партнерств. У меня есть об этом несколько отдельных слайдов в презентации, того, как вообще формируется партнерство. Да. То есть, исходя из того, как мы видим описанное сотрудничество в организации, мы не понимаем, зачем второй организации необходимы первое, зачем им активно поддерживать вот эту вот начинающую организацию, помогать ей рассылать пресс-релиз, если, ну, только не потому, что все хорошие, и всем нужно друг другу поддерживать. Вот. Вот тут есть несколько разных элементов, которые формируют эффективное партнерство, да. Почему, ну, и там, исходя из этого, можно думать о том, как исправить ситуацию в нашем случае. Вот есть еще другой слайд про основы стратегического сотрудничества, где тоже мы можем посмотреть и ответить на вопрос в каждом случае. Согласована ли миссия, стратегия и ценности? Ясно ли, каждая из организаций осознает цель, для чего им нужно это партнерство? Какую они создают общую стоимость, ценность? Настроено ли общение между партнерами? Обучают ли они друг друга? Мы тут видим, что они просто передали руководителю текст пресс-релиза, у них вот была задача передать текст пресс-релиза, никто не понимает, для чего они это делают, какая ценность. И тем более нет настроенного взаимодействия между координатором одного проекта и пресс-секретарем другого. Он даже не познакомился с ним, даже не узнал, что он совсем недавно в организации не узнал, что этот человек, который еще не совсем знаком с, в принципе, тем, как устроена работа в организации. То есть мы видим, что с точки зрения построения партнерства у нас серьезные проблемы. Следующая важная часть вот этого случившегося провала в том, что сам проект, он как бы закапсулирован. Да, у них есть хорошие идеи, у них есть важная деятельность, но при этом у них даже в команде не заложена какая-то дополнительная мощность для того, чтобы распространять информацию, тиражировать свой опыт и свои идеи. У них есть юрист-концертант, координатор, тренер-ведущий, у них даже нет пресс-секретаря. Проект направлен только на свою группу, на родительские вот эти вот советы управляющие школьные. Соответственно, этот проект всегда будет, такого типа проект всегда будет страдать, потому что это получается уже не совсем такой общественный проект, да, а скорее в большей степени вот он сейчас выглядит как такой клубный, только для вот этих вот групп. И для того, чтобы опыт распространялся, чтобы проект был более устойчивым, конечно, в любом случае нужно закладывать его медиасопровождение, тиражирование опыта. Это вот та проблема, которую мы увидели. И даже если у организации недостаточно ресурсов для того, чтобы нанять такого человека, то можно подумать о том, откуда еще они могут быть такие человеческие ресурсы для того, чтобы сопровождать проект с медиа точки зрения. Вот здесь мы, например, подумали, написали, какие могут быть вообще источники человеческих ресурсов. Начиная от друзей, знакомых и случайно встреченных людей, например, там в социальных сетях они пишут, у нас есть такой классный проект, мы собираемся его делать, но у нас совершенно нет человека, который помог бы нам про него рассказывать. Или они бы могли поискать таких вот журналистов, волонтеров, специальных сообществах, специализирующихся на волонтерстве. Например, в университетских, школьных, универсальных каких-то волонтерских центрах. Есть пробоны специалисты. Кто это? Это профессионалы, которые помогают в рамках своей профессиональной деятельности некоммерческим организациям. Возможно, есть такие журналисты, которые хотят почувствовать себя лучше, помогая некоммерческой организации. И в том числе есть компании, которые оплачивают рабочее время сотрудников на то, чтобы они помогали благотворительным некоммерческим организациям. Или если там, например, в городе ресурсный центр или какая-либо другая инфраструктурная организация, поддерживающая НКО, это тоже может быть источником таких вот людей, которые могут помогать в медиасопровождении. Что еще? Еще также мы видим серьезные проблемы с тем, что они совершенно никак не осведомились, не узнали компетенции человека, который занимается пресс-сопровождением в этой второй организации. И отсюда можно сказать, что есть проблемы у второй тоже организации. Они не определили границы полномочий пресс-секретаря. И вообще мы видим, что делегирование в этих организациях, оно не настроено. Есть специальные разные технологии, инструкции по тому, как правильно делегировать. И что можно делегировать? Определить четко границы, принять во внимание опыт и навыки, принять во внимание возможный риск, обеспечить, настроить коммуникацию. То есть обязательно координатору нужно было взять контакты напрямую этого пресс-секретаря, узнать, как он понял задачу. Контролировать в процессе всего исполнения, не только в начале и в конце. Добиться того, чтобы тот, кому делегировали задачу, он ее принял, понял, полюбил. Объяснить и помочь ему ее сделать, если он только недавно в организации. Сразу понять, какие цели ограничения, какая отчетность и какой контроль. Но избегать обвинений и в результате все равно оставаться ответственным за конечный результат. Даже несмотря на то, что в этой ситуации видим, что пресс-секретарь не справился. Кто виноват в том, что это произошло? В любом случае, виноваты организаторы этого первого проекта. И, соответственно, на основании того, как мы проанализировали сейчас кейс, мы можем предложить какие-то решения, которые могли бы улучшить ситуацию в следующий раз. Что бы вы предложили? Во-первых, четко определить, что является результатом в общем деятельности организации. Как мы будем оценивать, что организация достигла успеха во время своей вот этой пресс-деятельности, пресс-конференции. Более как-то четко сформулировать интересы другой организации, партнера, которая привлекается к тому, чтобы медиа сопровождать проект. Найти специалиста в организации, который будет заниматься пресс-сопровождением, медиа сопровождением проекта на разных этапах среди своих знакомых, друзей, волонтеров и так далее. И четко и поэтапно заниматься делегированием задачи. Не просто передать подачу и забыть про нее, а как бы по всем пунктам внимательно заниматься и следить за процессом делегирования. Вот у нас не так много времени, поэтому вот я так коротко разобрала один пример кейса. Их у нас много разных. И я хочу еще отдельно сказать, что мы специально попросили Вячеслава Ивановича Бахмина для чемпионата по решению кейсов собрать разные материалы, полезные материалы и ресурсы по управлению НКО. И вот здесь вот на слайде есть ссылка, можно посмотреть в открытом доступе. И я хочу также, пользуясь случаем, пригласить вас участвовать в чемпионате по решению кейсов в управлении в некоммерческой сфере, разумеется. В этом году он пройдет в третий раз. Также тут на слайде есть ссылки, где вы можете почитать побольше и где вы можете найти информацию и примеры разных других кейсов и того, как их можно решать. Вот. Спасибо. Спасибо.